И если свести вот все эти последствия антропогенные, свести к основным экологическим угрозам, это прежде всего можно, конечно, выделить дно углубления, потому что там планируется хорошее такое дно углубления, планируется, я не говорю, что оно будет, да, очистка дна, канализование и строительство канализации, водоснабжение и электроснабжение, это те проблемы, которые предстоит решать тем, кто собирается там что-то строить. Если сразу спросим, вот если спросить у меня, реализуется ли этот проект в том масштабе, в котором хотят реализовать, очень критически отношусь и очень сомневаюсь, что в этих масштабах он реализуется, как по экономическим, так и по политическим причинам. Но самое, конечно, опасное среди тех перспектив, которые нарисовали для Балаклавской бухты, это дно углубления, потому что немало специалистов говорили, что на дне Балаклавской бухты там, одни говорят 19-метровый, другие 18-метровый слой ИВА. Кроме того, там еще утверждают военные специалисты, что там есть химические вещества отравляющие, поэтому трогать и углублять дно Балаклавской бухты очень опасно. Ну, а если говорить о животных растениях, которые там живут, то прежде всего, конечно, это огромная опасность для тех биоцинозов, которые там, донных биоцинозов, которые там сложились. Это для фитопланктона, для зоопланктона, для зообентов, для рыбы, которой, кстати, там стало меньше. Ну, и видовое разнообразие рыбы, конечно, и все фауны, оно будет намного меньше в результате этих дноуглубительных работ. Кроме того, очень хотелось бы отметить, что Балаклавская бухта – это уникальное место, и район Балаклавской бухты, и район открытого моря возле бухты, где собираются на свои зимние конференции, так называемые, ну, в кавычках, в лапках конференции, да, дельфины. В последнее время их становится меньше. Вот после 2014 года, после 2015 года их стало намного меньше, этих дельфинов. Намного меньше стало кефали рыбы, потому что, как говорят рыбаки, ну, я видела дельфины, как бы загоняют кефаль в бухту, да, и стало меньше, да, стало больше, потом меньше сельди. К чему я это веду? К тому, что изменяется состав их тел фауны, изменяется рядовой состав рыбы, которая сейчас в бухте. Если начать дно углублять, строить и реализовывать вот эти свои проекты, то, естественно, это будет иметь отрицательные последствия. Повысится мутность, повысится непроницаемость воды. А, кстати, вот и химия будет поднята со дна, да, это уже будет вторичное загребнение. Ну, и, конечно же, взвешенных веществ будет очень много. То есть это будет экологически опасный очаг. Ну, и почему-то вот об этом молчат, да, отрицательные мнения не высказывают. Я слышала, видела в прессе и слышала у специалистов из департамента, что было получено 50 положительных мнений. Только 50 и только положительных. Я сомневаюсь в этом, что были только 50 и только положительные. Продолжение следует...